Редактор субтитров А.Семкин Эта улица у нас на 2021 год, участок от Маратовской развязки до Ушаковской, включена в ремонт в рамках национального проекта безопасной и качественной дороги, где уже будут и тротуары, и проезжая часть, и знаки, и разметка, и пешеходники, то есть полный комплект работы. В 2020-м по проекту безопасные и качественные дороги в Иркутске отремонтируют 19 объектов. Это больше 22 километров дорожного полотна. Еще 20 объектов в планах на следующий год. В настоящее время у нас 8 объектов 100% готовы. Из 19, значит, большая готовность, еще 4 объекта, ну и более половины оставшиеся объекты. Реконструкция Баумана, первый этап, окончание работ 30 сентября, ремонт ультиплтуксика тоже 30 сентября. Работы по графику важны, но не менее важно качество дороги. Сколько прослужит новое покрытие, выясняют в этой лаборатории. Дорожное полотно здесь испытывают каждый день. Например, эти вырубки взяли сегодня. В сушильном шкафу их хранят при 50 градусах и так их подготавливают к испытаниям. И уже завтра асфальтобетонной смеси предстоит доказать свое качество. Специалисты проверяют прочность, плотность и водостойкость покрытия. Асфальт должен соответствовать всем нормам. Нарушение хотя бы одной недопустимо и приводит к тому, что подрядчик должен переделать работу. Например, по этим образцам невозможно увидеть разницу между хорошим и плохим асфальтом. Но зато, сидя за рулем автомобиля, она ощущается в полной мере. Некачественный слой при первых же ощутимых нагрузках деформируется, а качественный сохраняет форму. Также сейчас у нас новые параметры, которые мы испытываем. Это сдвига устойчивости, сцепление при сдвиге. Это сейчас очень такой нужный параметр, особенно на новых наших асфальтах. Это щема и типам, и кощебенистые смеси, которые в данный момент выдерживают все испытания. Если что-то не выдерживает, в зависимости от того, что не идет, мы корректируем смесь. Туда выходим на хорошие показатели. Своя история и у этих двух объектов. В Иркутском районе восстанавливают два моста через реку Куда. Металлическое строение между Уриком и Столбова признали аварийным в 2014-м. С тех пор пользоваться им могли только пешеходы и мотоциклисты. А вот автомобилям приходилось искать объезд. На реконструкцию сооружения из областного бюджета выделили 377 миллионов рублей. Движение открыли в этом месяце. Построен он был, наверное, одним из первых мостовых переходов. Ну, понятно, что он достаточно изношенный был. Значит, введен в эксплуатацию открытое движение в августе месяце. Остались работы по демонтажу старого мостового перехода и по благоустройству, некому благоустройству подходов. Подходы составляют где-то полтора километра к этому мосту. Хуже ситуация здесь. Этот мост соединяет деревню Куда и село Хамутова. В 2016-м из-за ливней подмыло фундамент опоры. Пролетные строения просели, и обрушение могло произойти в любой момент. Для проезда возвели временное строение, которым и пользуются сейчас жители. Аварийный мост нужно срочно восстанавливать. Для реконструкции подготовили проектную документацию. 8 сентября ожидаем заключения контракта. Подрядчик уже определён. В сентябре начнём работы по реконструкции моста. Мост старый будет демонтирован, на его месте будет сооружено новое капитальное строение. Таких аварийных объектов в регионе десятки. И многим капитальный ремонт нужен уже сегодня. Привести транспортные пути в порядок – приоритетная задача. По программе «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтируют 32% дорог Иркутской области. А к 2024-му планируют обновить половину всех дорог. Дороги на севере области под пристальным вниманием главы региона Игоря Кобзева. Он лично объехал многие районы, чтобы на собственном опыте сформировать программу развития дорожной сети. Сегодня протяжённость дорог более 30 тысяч километров. Единственная возможность спасти автотрассы – провести тотальную ревизию всех ранее принятых дорожных планов. Дороги в Иркутск области требуют особого внимания. Здесь за редким исключением просто нужно решать это комплексно, не точечно-ямочным ремонтом, а в целом подходом, который должно и строительство включать, и реконструкцию, и капитальный ремонт. А это фактически дорога жизни. Трасса связывает Иркутск через Качук и Жигалово с Казачинско-Ленским и Киренским районами. Планы, чтобы привести её в порядок, есть. И главное условие работ, говорит Игорь Кобзев, понимать и знать сроки ремонта должны жители всех ближайших населённых пунктов. А в Киренском районе необходимо возвести мост через реку Макаровка. С жителями общаясь, конечно, они сказали, что это беда. И вот в ближайшие несколько лет, я думаю, где-то зафинализируем в 2023 году, мы вот эти два направления, а может быть развитие транспортной инфраструктуры в северных территориях, сделаем, чтобы эти дороги были удобны. Я не говорю, что это комфортно, удобно и безопасно. Дорожная инфраструктура – это не только комфорт. Это и развитие региона. Доставка топлива, питание, стройматериалов, безопасная доставка детей в школы и многое другое, с чем мы сталкиваемся в ежедневной жизни. И потому с появлением хороших дорог у нас с вами начнется совсем другая история.